В Татарстане откроются уличные кафе и бары. Татарстанстат отчитался о рекордных зарплатах татарстанцев в первом квартале этого года. И в счетной палате России предлагают выплатить по 10 тысяч родителям студентов. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомним, с 28 марта кафе, бары, рестораны в Татарстане закрылись. Остались только те, что работали на вынос или на доставку. Опасения есть серьезные. Но здесь не только дело в том, что потребительская способность населения резко упала. Не в этом даже дело. А дело в том, что есть сегодня уже у людей другой менталитет касательно распространения инфекций. Люди опасаются мест массового скопления. И вряд ли даже люди пойдут в кафе из соображений вот этой безопасности. А посмотрите, как устроена система общественного питания. Ведь там есть определенные фазы получения доходов. А именно, в выходные и праздничные дни эти кафе, если они полностью наполнены, 100%, они могут как более себе в будние дни, в ранние, утренние, дневные часы, чтобы не было такой наполняемости. И в этом случае у них есть рентабельность. И с начала недели. С 8 июня в Татарстане круглосуточным магазинам разрешили вернуться к привычному графику работы. После 10 часов вечера и до 6 часов утра. Постановление к обминной республике это разрешает. Только в Казани из 2000 продуктовых магазинов и супермаркетов каждый четвертый работал в круглосуточном режиме. В Татарстане в первом квартале резко выросла номинальная зарплата. Март, когда татарстанцы ушли в массовый карантин, вдруг показал рекорд. 39 тысяч 33 рубля. Для сравнения, в доковидном январе и феврале было 37 тысяч с небольшим. Средняя стоимость минимального потребительского бюджета при этом на одного члена семьи в первом квартале составила 16 217 рублей. Подросла за квартал на 2,7%. Жители республики, по данным Татарстанстата, 90 с лишним процентов денег тратили на покупки товара и услуги. Практически ничего не откладывали в сбережения. Назначить единовременные выплаты и на студентов предложили в Счетной палате России. Напомним, сегодня на разовую выплату в 10 тысяч рублей могут рассчитывать родители, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Алексей Коулюбарс, аудитор Счетной палаты и автор инициативы, предлагает распространить эту выплату и на подростков, и на молодежь. Возможно, имеет смысл рассмотреть целесообразность поддержки подростков в возрасте от 16 до 18 лет. А для тех, кто очно получает профессиональное образование, возраст мог быть увеличен до 23 лет. Все в этом случае речь идет о порядке 5 миллионов человек. Здесь можно сказать, что в международной практике, которую мы изучили, Канада, Испания, Соединенные Штаты, Дополнительные выплаты предусматриваются на всех иждивенцев без указания возраста. Такие выплаты могли бы смягчить падение дохода в семье, подстегнуть покупательную способность, торговлю и экономику всей страны. Действительно, когда нужно вот сейчас, сегодня, в течение ближайших месяцев обеспечить повышение покупательной способности, платежеспособного спроса, да, такая раздача денег, она сработает. Она сработает как экстренная антикризисная мера. Если эту меру использовать как постоянную, как длительную, по сути, это приведет к социальному иждивенчеству, то есть к нежеланию самостоятельно работать и зарабатывать. При этом расходы, которые потребуются для финансирования всех этих пособий, они лягут серьезным грузом и на бизнес, и на тех граждан, которые, собственно, работают и платят налоги. Вот такая была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан 24. До встречи.